Меня зовут Кожевникова Мария, я являюсь сотрудником Института экологии и породопользования. И тема лекции, которую я сегодня хочу предложить вашему вниманию, Дышите, не дышите, диагностируем легкие наши планеты. Вообще, тема нашей пронауки, этого выпуска, так скажем, этого сбора, это зачетная ночь, да, говорили мы, что как бы люди должны были познакомиться, как живут студенты. И на самом деле, когда я общаюсь со студентами, я думаю, что самое важное не те знания, которые мы должны дать им, а умение научить их думать. И вот первый самый слайд – это то, с чем ассоциируется это сочетание, то есть это такая некая картинка, изображающая легкие, как человека или другого млекопитающего, дышащего воздухом, и лесов. Но если идти следовать логике нашей зачетной ночи, то нам надо начать думать. Легкие – это такой орган в организме человека, например, который поглощает кислород и выдыхает, и спускает углекислый газ. А легкие наши планеты, или леса, как мы их ассоциируем, это такой орган нашей планеты, который поглощает большей частью углекислый газ и выделяет кислород. Поэтому мы сегодня, конечно, будем говорить про антилегкие, да, как бы совсем все наоборот. Хотя, ради справедливости надо сказать, что леса тоже, как и все живые организмы, поглощают кислород и выделяют углекислый газ. И весь как раз фокус, весь вопрос, вся интрига в том, какой баланс у этих двух процессов, когда один процесс идет с поглощением углекислого газа и выделением кислорода, и другой процесс, который идет с поглощением кислорода и выделением углекислого газа. Особо остро этот вопрос стал интересовать ученых, когда стало понятно, что углекислый газ, который получается при сжигании ископаемого топлива, а более обобщенным, можно говорить, углерод, не только углекислый газ, там другие газы образуются тоже, они никуда не деваются, они накапливаются в атмосфере, скорее всего, да, то есть мы так подразумеваем, и что вызывает парниковый эффект, потепление и так далее, и так далее. Про это мы сегодня не будем говорить. Что дальше происходит с этим? Может быть, леса могут его поглотить весь и восстановить, да? Случилось же когда-то в истории нашей Земли, когда живые организмы возникли и изменили нашу атмосферу, да, она стала из бескислородной кислородной, там, правда, много очень погибло при этом организмов, но не суть. То есть смогли же живые организмы изменить концентрацию газов основных в атмосфере, может быть, деревья и сейчас тоже делают что-то такое, ну, или другие фотосинтезирующие организмы, травы там, другие жизненные формы, а мы не очень понимаем в этом. И вот чтобы со всем этим разобраться, ученые с конца где-то 80-х годов по всему миру стали создавать сеть станций мониторинга как раз газообмена между, ну, экосистемой в целом, будем говорить, не только наземной даже, и водные экосистемы сюда вошли, и атмосферой. И здесь эта сеть, сейчас она называется Fluxnet, здесь написано, но это сеть сетей, то есть в каждой стране, ну, как сказать, со своей скоростью, со своей частотой стали организовываться вот эти мониторинговые площадки по наблюдению за газообменом, и они были связаны внутри сети, это остается, и у них названия есть свои, на этом сайте можно найти их, региональные сети. И потом они объединились вот в общую сеть. Общая сеть подразумевает что? Что это единый алгоритм получения данных, единый алгоритм обработки данных, ну, и на самом первом шаге это единый комплекс приборов, которыми, ну, базово, так скажем, измеряют вот этот газообмен. Конечно, есть там вариации, да, разные, но вот базовый обмен, который задействован, базовый комплект, который задействован в обмене данными, он единый по всей, по всему миру. На этом слайде точками показано размещение станции цветом, как вы уже, и размером, также вы, как поняли, уже это длительность наблюдений, ну, и чем в целом более красное и более плотное, то, значит, там гораздо дольше, и мы видим, да, что Россия тут у нас очень слабенько представлена, но мы про это поговорим чуть позже. Какая же программа была наблюдений, какая была предложена методология наблюдений? Более, чуть позже эту методологию назовут edicvariance, и на русский язык его часто переводят как метод вихревой ковариации, метод вихревой пульсации. И он состоит в том, его основная идея состоит в том, что мы не измеряем отдельно газообмен у каждого растения, да, например, или почвы с атмосферой, а мы измеряем газообмен всей системой прямым измерением, прямым измерением, то есть измерением концентрации углекислого, ну, здесь на примере углекислого газа также метан, закиси азота могут измерять, и что угодно. Основное сердце этой системы – это два совмещенных прибора. Это 3D-анимометр, это вот эти вот такие щупальца, и инфракрасный газоанализатор, который фиксирует концентрацию углекислого газа. Сами эти, вот этот комплекс приборов, видите, здесь еще есть 3D-анимометры, которые располагаются на разных уровнях вышки, но вот этот комплекс с инфракрасным газоанализатором, его располагают либо на высоких башнях таких, либо на треногах. Смысл в том, чтобы расположить приборы в слое, где уже идет перемешивание воздуха после его газообмена с атмосферой, экосистемой атмосферы, и это примерно 7 метров над пологом растительности. И когда мы хотим измерять над лесом, например, мы должны построить башню, которая будет высотой выше на 7 метров, чем полог растительности, и в среднем это получается при нормальном зрелом лесе около 40 метров. Таким образом, значит, этот комплекс, анимометр плюс инфракрасный газоанализатор, он располагается на высоте 7 метров над пологом растительности, на башне или на треноге. Дело в том, что воздух наш, который мы хотим измерять, он не как река, да, даже река тоже так не течет, она не течет как-то вот в одном направлении всей частицы, а он образует постоянные завихрения, и эти завихрения тем интенсивнее и тем масштабнее, чем больше разница в температурах. Мы знаем, что воздух, он течет из более холодной области в более теплую, более холодную, и таким образом образуют вот такие завихрения, которых очень много в потоке, а уже сами завихрения, они еще потоком движутся. Так вот, 3D-анимометр, он постоянно измеряет три координаты направления ветра плюс его скорость, то есть x, y и z направление потока и скорость этого потока. Инфракрасный газоанализатор измеряет концентрации углекислого газа, и вы видите, что вот этот вот хоботок, который входит в 3D-анимометр, он такой проводником является, а сама камера инфракрасная, она вот немножко в отдалении стоит. И самое важное, что вот эти измерения, они происходят одномоментно, то есть одномоментно фиксируется концентрация и характеристики вихревого потока. Эти наблюдения очень высокочастотные, то есть они частые, да, не частота у них высокая, а их часто измеряют. Иногда это до тысячи измерений в секунду. Таким образом формируется огромный массив данных, тут вот они, видите, такими цифрками нарисованы, которые вверх уходят, которые принимают специальное программное обеспечение. В специальном программном обеспечении базируется на дифференциальном уравнении, которое для того, чтобы его, ну, как бы, было проще использовать, упрощено и оставлено два слагаемых. Вот эти вот серединные слагаемые, они, как бы, ими пренебрегли и оставили только изменение концентрации, да, ДС, ДДТ и изменение вектора скорости, ну, вектора ветра, я бы так сказала, да, скорости направления там. И все данные, которые получаются с инфракрасного гонзолинализатора и с анимометра, они загружаются в это уравнение, и таким образом считается поток, который проходит через вот эту точку. По разнице концентрации потоков, которые идут вверх преимущественно, да, все складываются, да, суммарный вектор высчитывается по разнице потоков, которые идут вверх и которые идут вниз, мы понимаем, система либо принимает углекислый газ, либо она его, наоборот, выделяет. И это вот такое самое упрощенное объяснение этих работ и приборов. И вы понимаете, конечно, что в целом это такой, ну, высокотехнологичный, можно сказать, комплекс, который именно направлен на то, чтобы измерять в целом, вот это очень важно, в целом, газообмен между экосистемой и атмосферой. На территории нашей страны, как раз это пришлось на вот такое непростое время у нас, расцвет и основание сети, вышки было строить не на что, прибор этот, ну, американского, американской разработки и производится в Америке. И на всю страну в то время было 14 вышек. То есть для сравнения, например, на территорию Франции было более 100 вышек в то время уже, а вот на территорию России было всего 14 вышек. До 2000 года они, ну, до 2010-го даже, наверное, построены были. Вы видите их расположение, кроме европейской части России. Тут сейчас я поясню, в чем вот это вот добавки есть. То есть было в Центральном лесном заповеднике на всю территорию Европейской части России было только 4 вышки в Центральном лесном заповеднике, которая была одна поставлена в, так сказать, малопродуктивном ельнике, одна в высокопродуктивном ельнике, на болоте и сосняке. И все остальные вышки, они были приурочены к наблюдениям за эмиссией в основном из тающей вечной мерзлоты, за эмиссией метана по Сибири. В устьях крупных рек были интересные эксперименты по переносу латеральному, то есть горизонтальному переносу углерода с водой. Ну и в кое-каких лесах. И самое интересное это там, да, что эти вышки были построены вот европейские и побережья, наверное, вот центральный лесной заповедник, Мухрино, Зотино и Плотниково, это были построены вышки на деньги немцев, немецких, ну, не знаю кого, фондов, ученых, немцы оплачивали. Это были все японские. То есть на самом деле, конечно, когда ученые пользуются данными с вот этой всемирной мировой сети для прогнозирования перетоков в атмосфере, моделирования атмосферы в целом и концентрации углекислого газа в атмосфере, то они, конечно, понимали, что Россия – это огромное такое белое пятно или черная дыра, кому что больше нравится. И, ну, вот за свои деньги построили эти вышки. И когда начались вот эти все, ну, такие смутные, условно говоря, времена и непростые времена в международном сотрудничестве, конечно, все эти вышки финансировались, ну, нерегулярно, так скажем. Как правило, эти операторы этих полигонов, так называемые, были приурочены к системе Академии наук. А в целом система Академии наук финансировалась тоже, вы, ну, наверное, тут много, я вижу людей, которые, наверное, знают, как финансировалась Академия наук. Вот. Хочу сказать, что, то есть, к чему этот пассаж, что наблюдения были нерегулярные, а сама суть вот этих наблюдений, что они должны быть очень регулярные, потому что огромные массивы данных, когда они вот идут-идут, потом бабах, пустое место, да, вот это пустое место нельзя никак оставить, потому что оно будет сильно влиять на результат, на усреднение там, да, и приходится вот эти данные восстанавливать. Там целая эта история с восстановлением данных, очень много математических методов интересных разрабатывается именно для того, чтобы восстанавливать данные. Короче говоря, вот это все хозяйство наше с этими вышками, оно было непонятно чье, непонятно, как работало, и хотя есть хорошие публикации вот по результатам этих измерений, все-таки они не достигали цели формирования общего понимания, как сказать, того объема углерода, который, к примеру, депонируется российскими лесами. Да, российские леса – это третий по площади леса в мире, а еще мы не говорим про болота, которых огромные площади болота, да, и углерод очень хорошо там депонируется, он усваивается и захоранивается там. То есть мы, как бы, получается, что мы работаем, да, работаем на благо всего человечества, но это не оценено. И когда в 19-м, 20-м годах зашел разговор о квотах, о углеродном налоге и прочих делах, таких политизированных очень, то был издан указ президента Российской Федерации, вот здесь его есть реквизиты, основным леймотивом которого была разработка технологических решений для обеспечения экологической безопасности. И среди прочих было изучение климата, механизмов адаптации, вот подчеркиваю именно это словосочетание и климатическим изменениям, и их последствия. То есть нам важно не только, как меняется климат, может быть, это действительно, ну, такая уже более понятная вещь, но непонятно, что с этим делать. То есть им, и уже очень много было публикаций к тому времени, которые говорили о том, что точка невозврата пройдена, что мы не сможем вернуться к такой концентрации парниковых газов в атмосфере, которая не будет давать потепление. То есть потепление будет. Ну, там второй вопрос, какая антропогенная доля в этом, какая не антропогенная, не об этом речь. Речь о том, чтобы максимально, как сказать, быстро и эффективно найти механизмы адаптации для жизни именно на нашей территории, вот в этой ситуации. И вот здесь я всегда говорю, что все, наверное, то есть я по образованию эколог, работаю как эколог по специальности, и как эколог я понимаю, что выживает не самый сильный, а тот, кто умеет приспосабливаться. И поэтому важно было найти вот эти механизмы адаптации к климатическим изменениям. Вот. И последний абзац, который я выписала из этого приказа, это обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации с низким выбросом тратата путем проведения исследований источников и поглотителей углекислых парниковых газов. Это очень важно было. Не только источники. Источники мы все могли посчитать по количеству сжигаемого топлива. Да? Ну, большую часть. Там, не учитывая пукающих коров. Ну, все равно. А вот как поглощается углекислый газ, это было важно. И это нужно было изучать. И для реализации вот этого указа Министерством наук и высшего образования Российской Федерации был издан приказ о создании системы так называемых карбоновых полигонов. Сейчас их так упрощенно называют. Полное название о полигонах для разработки испытаний технологии углеродного баланса. Так звучало. И вы видите, тут красным написана роль, а основная цель, но вообще основную цель было получение репрезентативных, заслуживающих доверия, экспериментальных данных по потокам парниковых газов. Вот есть сайт Министерства науки и высшего образования, который рассказывает про этом проекте. Это с него скриншот. И вы видите, что полигоны начали образовываться в европейской части России в основном. Вот они, эти полигоны. Самые первые были в Чеченской республике, в Калининграде, в Геленджике и в Тюмени, по-моему. И вот в 22-м году, и вот в этот первый пул, кстати говоря, полигонов, их было сначала семь, самых первых, было предложено даже не нами, а экспертный совет там есть по карбоновым полигонам, включить и Казанский федеральный университет тоже как опорную точку для создания карбонового полигона. Почему так получилось? То есть, огромная территория России, а сосредотачиваться эти карбоновые полигоны стали в европейской части России. Потому что все-таки для того, чтобы быть оператором карбонового полигона, нужно было уже иметь подготовленных специалистов с определенными компетенциями. И все равно, и кроме этого, та же организация, которая осуществляет оператор, ну, то есть, работа на карбоновом полигоне, должна была готовить специалистов, которые бы и дальше начали внедряться на другие карбоновые полигоны. И поэтому, как правило, все операторы карбоновых полигонов это вузы. Ну, за исключением двух вот из тех семнадцати, которые сейчас официально в этом проекте участвуют, это вузы. Калининградский институт имени Эммануила Кант, там, Чеченский госуниверситет нефтяное и так далее. Ну, и вот Казанский федеральный университет в их числе. Ну, я уже немножко сказала о задачах, но в целом еще можно раз уточнить, что это центральная роль измерения, мониторинг потоков парниковых газов. Это углекислый газ, метан, закись азота и некоторые другие, если кто-то хочет еще дополнительно. И причем было важно, вот здесь на картинке показано, совместить все уровни анализа состояния атмосферы и подстилающей поверхности, то есть наземные измерения при помощи комплекса приборов, средние, так скажем, уровни, это различные съемки с беспилотных летательных аппаратов в основном, различными, так сказать, приемниками, то есть это и оптические различные приемники, видимом спектре съемка, мультиспектральная съемка, лидарная съемка, то есть это вот этот уровень, и плюс космические данные, данные дистанционно-зондировой Земли, это спутниковые снимки, то есть выстраивание цепочки от наземных до космических данных и корреляции их, и какие-то закономерности, это тоже было в задаче карбоновых полигонов заложено изначально. Ну и то, что я уже говорила, образовательная деятельность и налаживание международного сотрудничества. Конечно, планировалось в основном международное сотрудничество с европейскими странами, поскольку они были тогда, ну, вернее, они сейчас есть впереди, да, нас сильно по этой тематике, но, к сожалению, вот после известных событий тут это, пока мы не понимаем, как мы будем это реализовывать, но как-нибудь будем. В чем засада, так скажем, да, понятно, чтобы сделать репрезентативные данные, мы должны поставить такую вышку с таким комплексом оборудования в каждый тип экосистемы России, но мы с вами понимаем, что Россия не Франция, там, или даже не Европа вся в целом, да, не Евросоюз, она вот такая огромная, и посмотрите, какое разнообразие такой, сказать, упрощенной классификации растительности, сделанное по космическим изображениям в в в в одиннадцатом году именно для целей вот моделирования состояния атмосферы и моделирования с эквистрационного потенциала. Понятно, что это такое разнообразие, которое очень сложно покрыть, а вы сейчас вот видели, что их 17 полигонов, программа рассчитана на 10 лет, и задача максимум сделать их 80, но здесь никак не 80, да, у нас разнообразие никак не 80 типов биомов. Если к тому же мы будем иметь в виду не только, ну это вот более старая карта растительности, это я для примера, что они тут не бьются еще к тому же, то есть еще изученность слабая у нас. Если иметь в виду не только растительность и не только леса, но еще и разные типы почв, то тогда задача становится мега сложной и требующих, конечно, огромного финансирования, потому что вот это, например, карта, да, она сделана по доминированию той или иной породы, например, мы там говорим, это сосняк, но вы все прекрасно знаете, что есть сосняки, например, где очень мощный такой густой напочвенный покров из лаков каких-то других трав, там, или сосняки влажные с черникой, с очень большим объемом биомассы, да, и есть сосняки очень сухие на песках, лишайниковые, они, очевидно, будут по-разному секвестировать углерод, они будут по-разному осуществлять процесс дыхания, и, конечно, вот эти вот нюансы, их никак не поймаешь вот с космических снимков данных дистанционного зондирования, здесь необходимо, конечно, подключать почвы, а почва это еще, в общем, еще, да, разбивает у нас контуры на более мелкие и создает большую, очень большую пестроту. Но, тем не менее, дорогу, так сказать, осилит идущий, и мы стали планировать свой карбоновый полигон, и на сегодняшний день мы предполагаем, что, вернее, не предполагаем, а мы работаем над этим, что у нас будет три участка, один участок, это лесной, и он будет в районе обсерватории астрономической, вот в тех лепниках, которые ее окружают. Кстати, надо сказать, что требование к установке вот этого оборудования довольно жесткое, то есть там, вот из-за того, что нам нужен стабильный поток со стабильными вихрями, нам нужна ровная поверхность, нам нужно, чтобы не было рядом жилья и так далее, и так далее. Поэтому мы очень долго выбирали, и в итоге вот остановились на участке обсерватории, потому что мы можем хорошо выполнять и образовательную функцию там. Второй участок у нас будет водный, мы будем измерять те газы, которые идут с поверхности водохранилища, и в районе Саралинского участка Волжско-Камского заповедника второй участок у нас будет, и один участок, это так называемый агроландшафт, он будет, то есть исследования на нем будут направлены на изучение секвестрационной способности агрокультур, например, многолетних трав или что-то такого рода. Ну, вот это фотографии с коптера лесного участка, такой лес там, это почвенное исследование дыхания почвы, мы измеряем. У нас на самом деле хорошая очень приборная база, и мы, ну, были готовы к этому, мы не так много купили нового оборудования, просто эти все исследования сгруппировали. Дыхание почв и дыхание растений это первые такие базовые вещи, которые мы измеряем. Также у нас хороший парк дронов с разными камерами, в том числе и мультиспектральные, в этом году мы вот купили лидар, правда, еще не пробовали его. Ну, это вот некоторые, некоторые, так сказать, результаты, очень хорошая лаборатория у нас уже сформирована на средства различных проектов федеральных в основном, да, по переоборудованию университета, по... Это автоматические метеостанции у нас уже стоит на лесном участке, и вот вышка, которую монтировали в начале зимы, 40-метровая, на которой будет размещено оборудование. И вы видите, какой лес с кустой. А, вот я еще не сказала, очень важная часть это метеонаблюдение. Вы знаете, что у нас школы метеорологические очень старые. Это Саралинский участок, протока, на который будет размещено, и здесь мы готовим базу, паспорт участка. При помощи эхолота строится рельеф дна, ну, и тут другие все исследователи, гидрологи, гидробиологи, микологи и так далее. Этот проект интересен тем, что там могут все найти себя. Почти все специалисты биологические, ну, и не только, вот ребята у нас занимаются дистанционным зондированием, они могут себе найти применение в этом проекте. Спасибо. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова